Я очень часто и много рассказываю о продуктах, которые улучшают работу вашего кишечника, желудочно-кишечного тракта и организма в целом. Но сегодня я хочу поговорить про продукты, которые несут вред. Несут вред вашему желудочно-кишечному тракту и продукты, от которых вы в буквальном смысле тупеете и теряете память. Но речь сегодня пойдет не только про продукты, а еще и про наши ежедневные привычки, которые приводят к тому же самому. Погнали! Досмотрите это видео до конца, потому что я абсолютно уверена, что в вашем холодильнике есть такие продукты, а в вашем образе жизни есть такие привычки, которые приводят к поломкам в вашем организме и, следовательно, патологическим состояниям, которые мы потом не знаем, как лечить и куда с ними бежать. Всем привет! Меня зовут Марина Жигульская, и на этом канале мы учимся избавляться от диагнозов, патологий и состояний при помощи нутрициологии. С чем я сталкиваюсь в последнее время? Особенно это время, которое после ковидной у нас. С тем, что очень часто ко мне приходят клиенты, которые помимо тех жалоб, что есть у них в желудочно-кишечном тракте, в эндокринной системе, в гинекологии, они жалуются на потерю памяти, концентрации и внимания. Они жалуются, что у них есть такой своеобразный тупничок, что жизнь такая, как будто замедленная съемка, как будто в тумане, то есть нет яркости ощущения. И это, конечно же, симптом, на который точно стоит обращать внимание. Никогда нельзя его пропускать и никогда нельзя сделать вид, что что-то не так. Такое, знаете, как состояние легкого похмелья. И это как раз то, чем наградил нас ковид. Это очень часто люди, которые перенесли ковид еще не по одному разу. Это вот эта вот остения и слабость, когда ничего не хочется, ни на что не хватает сил, нет интереса к жизни. Это в том числе головокружение, это в том числе вот эти вот такие легкие состояния, как будто подташнивание. И, конечно же, это потеря прежде всего краткосрочной памяти, когда, знаете, ой, чего-то я хотел сказать, забыл. И потеря концентрации, это когда вот мы начинаем что-то делать, потом мы на что-то переключаемся, потом еще на что-то, уже забыли, с чего начинали. И вот это, конечно, общим словом называется нейровоспаление. Об этом мы будем сегодня говорить. И первое, с чего я хотела бы начать, это, конечно же, с наших ежедневных привычек, на которые мы вообще уже не обращаем внимания, потому что это автоматические какие-то наши такие проигрывания, автоматические реагирования. Например, вот эти наши позы, когда мы смотрим в телефон, то есть мы постоянно сгорбившиеся. И тело привыкает к этому, и тело начинает здесь сжимать, там растягивать, и у нас пережимаются сосуды головного мозга. Следовательно, гипоксия, а гипоксия это что? Это нехватка кислорода, а без доступа кислорода вообще никакие реакции происходить не могут. И, конечно же, будет страдать и память, и внимание, и концентрация. Второе, это малоподвижный образ жизни. Он туда же, кстати, потому что, в принципе, движение в нашем организме должно быть полностью везде, везде, везде. Если, например, у вас есть такое, что у вас мерзнут кончики пальцев или на ногах, или на руках, неважно, да, это уже говорит о том, что вы в состоянии гипоксии, следовательно, до мозга уже точно ничего не доходит. Третье, это то, как мы спим, потому что спим мы плохо, откровенно. Почему? У нас много источников синего света перед сном, а синий свет от экранов телевизоров, телефонов, планшетов, ну или, в принципе, вот это освещение холодное, которое мы любим, оно ломает нам выработку мелатонина. А мелатонин это самый важный гормон, противовоспалительный, во-первых, а во-вторых, именно мелатонин выступает дирижером всего гормонального оркестра у нас в организме. Если нам не хватает мелатонина, то кортизол, а они с ним антагонисты, начинают выходить из берегов. А кортизол это гормон стресса, который тащит сахар, например, наверх. А что делает сахар? А сахар как раз гликирует белки. Гликация это когда вот шашлычок на вертеле поджаривают, и получается такая золотистая корочка. Вот это и есть гликация. И вот когда у нас это происходит в головном мозге, конечно, ни о какой памяти, концентрации, внимании и обучении не может быть и речи. Поэтому нам надо спать. Убирать источники синего света перед сном, спать в полной темноте, и хотя бы с 11 вечера мы уже должны быть в кровати. То есть ложиться надо не в тот день, в который надо вставать. И еще одна привычка, это привычка загонять себя в стресс. Это то, чем вы себя окружаете. Когда вы листаете ленту, когда вы смотрите эти новости, когда вы обсуждаете все самые такие вау-вау события. Ну это, конечно, ломает весь наш организм, это ломает гормональную систему, это приводит к спазму сосудов. Это гликирует белки, следовательно, влияет на вашу иммунную систему. Ну и, конечно, ни о какой концентрации памяти и внимании в таком случае не может быть и речи. Здесь я хочу вам сказать, что мы с вами не комнатный цветочек, который поставили на подоконник, и он не может выбирать. Мы с вами можем выбирать. Мы можем выбирать, например, что думать, о чем думать, о чем разговаривать. Выбирайте свои мысли. Не допускайте негативных реакций, комментариев, обсуждений. Вы таким образом существенно улучшите свое здоровье. Ну и давайте поговорим про продукты, которые забирают у вас память, внимание и концентрацию, и не улучшают ваши когнитивные способности. По сути, это еще одна привычка. Питаться как попало, питаться чем попало, и вообще не думать о том, как устроен ваш организм, и что в конкретный момент ему надо. Итак, продукты, которые нужно минимизировать в своем рационе, а некоторые исключить полностью. Ну и давайте начнем с продукта, который в том или ином соотношении, в том или ином количестве, есть сейчас в абсолютном большинстве рафинированных продуктов, которые нам предлагает маркетинг. Это, конечно же, сахар. И вот его очень много в нашем рационе. Очень много. По сути, здоровый организм, я сейчас говорю про здоровый организм, может переработать всего одну маленькую ложечку сахара в день. Если мы посчитаем все скрытые сахара, которые есть в нашем рационе в сутки, получится не одна маленькая ложечка. Иногда получается 30 маленьких ложечек. Естественно, сахар это нейротоксин, который вызывает воспаление, который гликирует ваши клетки и сосуды в том числе. И большое-большое заблуждение думать, что сахар нужен для мозга. Мозгу действительно нужна глюкоза, но в очень-очень небольшом соотношении концентрации. Как только ее становится больше, наш организм не справляется с таким количеством, и вот тут начинаются большие проблемы. И поэтому, вот когда говорят, знаете, подросткам, что шоколадка перед экзаменом, это так важно, это напитает мозг. Большинству студентов не напитает. Большинству студентов гликирует и воспалит. Потому что сейчас здоровых подростков-то, по сути, не так много. Ну и большая шоколадка, это все-таки не маленькая ложечка сахара. Кстати, сюда же мед, сироп топинамбура, сироп агавы, сахарозаменители, все сюда же. И, пожалуй, фрукты тоже, тоже куча. Все это в избыточном количестве приводит к гликации ваших сосудов, к засахариванию и к воспалению. Ну а как следствие, вы подтупливаете, очень быстро все забываете, не можете сконцентрироваться. Ну и, в общем, все вытекающее из этого состояния. И еще одна категория продуктов, я не буду разбирать их по отдельности, это глютен и молочка. И не надо мне сейчас говорить, что наши бабушки ели и так далее. Во-первых, они ели не такой глютен и пили не такую молочку. Во-вторых, у них был не такой режим жизни. Что делают глютен и молочка? Именно они приводят как раз к воспалению. Потому что глютен – это клей, который очень плохо влияет на наш кишечник. А кишечник, кстати, через микробиом связан с нейровоспалением в мозгу. Ну и молочка тоже самое, закисляющий продукт, который приводит к воспалению. К воспалению в кишечнике. А воспаление в кишечнике влияет на нейровоспаление. Что такое нейровоспаление? Представьте, что вот у нас в мозгу есть там несколько миллионов всяких разных нейронов. Что такое нейроны? Это отростки, грубо говоря, нервной системы, которые коннектятся между собой и должна произойти реакция, благодаря которой мы радуемся, помним, можем сконцентрироваться, ну и так далее. То есть выдаем эмоции. Так вот, они воспалены. И реакция не происходит. И мы начинаем подтупливать, мы начинаем забывать. У нас начинаются все вот эти проявления, о которых мы с вами говорили в начале видео. И так или иначе, все эти продукты в какой-то мере влияют на то, что происходит в нашем организме. Дело все в том, что наш мозг защищен гематоэнцефалическим барьером, через который не все проходит. То есть не все даже витамины проходят, не все минералы проходят, не все хорошие вещества проходят. Но когда у нас начинается воспаление в кишечнике, то вот эти вот провоспалительные цитокины, они очень хорошо проходят через гематоэнцефалический барьер. Лечить его, это нейровоспаление, очень трудно, потому что туда мало что проникает. А вот заработать его вполне себе образом жизни легко. Нехорошим образом жизни. Ну и последняя категория, пожалуй, это трансжиры. Трансжиры это те вещества, это те жиры, жиры все-таки, да, которые вообще никак не умеют перерабатывать наш организм. Просто не знают, что с ними делать. А тем не менее, жиры очень нужны для здоровья нашего мозга. Почему? Потому что, по сути, мозг на 90% состоит из жиров. И вот когда в нашем рационе начинают преобладать трансжиры, а нормальных жиров не хватает, конечно, о здоровье мозга речи быть не может. Потому что ему просто нет сырья, из чего строить свои клетки. И поэтому в вашем рационе обязательно должны быть жиры. Хорошие, правильные, полезные. Но не должно быть трансжиров. Трансжиры это вся выпечка, это маргарин. Например, там, да, это масла, вот большинство масел, которые продаются в магазине. Если мы говорим про нормальные жиры, то это жиры из растительных или животных источников, которые не дешево стоят. И поэтому их не будут никогда добавлять в выпечку, например, да, на них не будут жарить в ресторанах. Потому что, ну, это достаточно дорого. Но вы в своем рационе питания обязательно и должны, и обязательно делайте это, добавляйте их в свой рацион. А вот трансжиры убирайте. Я очень хорошо вас сейчас понимаю. Потому что, когда я только начинала разбираться с темой питания, привычек, нутрициологии, ну и в принципе, как поправить свое здоровье, у меня тоже было очень много информации. Она иногда была такая разношерстная. И я никак не могла объединить ее в систему. Поэтому для того, чтобы у вас было понимание и вот эта вот системная последовательность, я оставила вам три видеоурока, ссылку на которые вы можете найти в описании под этим видео. Друзья мои, обязательно напишите мне в комментариях, от каких двух минимум привычек вы можете безболезненно избавиться уже прямо сейчас, уже прямо сегодня. И если это видео было вам полезно, обязательно поставьте лайк. Для нас это очень важно. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья и Ресурс. Не прощаемся. До новых встреч.